А ты с другими девочками пробежишь? Привет, я же там стояла. А ты как сама? Ты уже пробежала. Еще две минуты вам. Так, давайте. Вот с этими у меня девочками. Покажешь, расскажешь, как все, как берешь, какие контрольные пункты, разметка. В общем, ты сейчас учитель вместо меня. Все, умеешь, умеешь. Вика, ты зачем разделась-то? Алена, 27. Фотфор, давай, я с ними пойду. Вот пусть Алена. Нет, нет, ты с ними побежишь. Ты с этими, а ты побежишь с другими девочками. У них много еще, девчонок. За сколько? Так, давай. Вот вам карта. Держи. Можете меня сейчас запустить? Ее зовут Полина, а ее зовут Софья. А ее зовут Даша. Даша у вас учитель теперь. Стали на старт, расскажешь все им. А ты сейчас едешь. И вот эти два крышечка означают то, что это уже финиш. Финиш и старт это рядом? Вот как вы думаете сначала, куда мы побежим? На какое КП? Это 2-3-7? Нет. У нас по карте, которая ближе всего. А, сороковое? Сороковое? Нет, сороковое, это вон там, это уже финиш. Лучше всего побежать вот так вот. И обходить вот так вот. Здесь и микроярка. Мелкие не должны стартовать? Все, старт. Вот сейчас только старт. Все. Даша, давай. Не, не надо бежать. Походи, походи. 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 Вот эта девочка с Украины у нас. Вика, Вика. Так, 12. Не потеряй ребенок. Так, 12.07. Что, ее потеряли здесь? Через минуту карту получите? Катя, сними. Должна все объяснить, как брать, на чем стоит, показать. Да. Не теряйте, запомните на карте. Двесик поставь. Двя секунд. Не прикопаюсь. Старт. Старт. Дорогие ребята, вот уже второй год подряд на нашем фестивале проводится замечательный этап. Это этап спортивного ориентирования. Вот в своем далеком детстве, оно было так далеко, что страшно вспоминать, я тоже занималась спортивным ориентированием. Мало того, однажды, когда мы с командой бежали, был нарисован один маршрут, а я, видя в голове, что короткими путями можно достичь того же результата, пошла по более сложному пути. Это привело команду к победе. Ну, то есть бежали меньше, ну, в общем, хитрые были. Поэтому приходите на веселую горку, отдыхайте всей семьей, приходите на наш фестиваль, который в этом году уже в третий раз проводится на веселой горке. А от организаторов конкурса вам вот такие вот кольца от хозяйки Медной горы. Вы обратите внимание, что цвет кольца будет меняться по вашему настроению. Как хорошее настроение зеленеет. Будете хмурыми обижаться на учительницу. Понятно, да? Соответственно, вот такие колечки вам в подарок на память о третьем музыкальном экологическом фестивале. Ну, и вам большое спасибо за участие. Все поприветствовали юных спортсменов. Так, награждается Торгашов Кирилл за третье место в группе мальчиков. Кирилл, ты первый в группе девочек, но мы решили тебя в группе мальчиков поставить. Держи. Поздравляем. Ручку тебе и кольцо. Награждается Ярмушев Фридан тоже за третье место в этой же группе. Сразу женим его. Да. Он, смотрите, светлеет. Он светлеет сразу на руке. Радует, что он фактически. Награждается Захаров Дмитрий за второе место. Награждается Дунаев Тимофей за первое место. Дунаев Тимофей и Синицын Григорий за первое место в этой же группе. За второе место в следующей возрастной группе награждается Адуевцев Дмитрий. Вот они вдвоем с братом бежали, с младшим, с Мишей. Смотрите, это ваши глаза в свинерях, видите? Дунаев Тимофей и Синицын Григорий за первое место в этой же группе. Награждается Самоляков Александр за первое место в следующей возрастной группе «Сиди мальчиков». Награждается Демочек начинаем награждать. За третье место награждается Фадеева Дарья. За второе место в этой группе награждается Акшинцева Татьяна и Усманова Тансулпан. За первое место в этой группе награждается Богданова Ольга. В следующей возрастной группе в следующей возрастной группе за третье место награждается Мусина Дарья. За второе место награждается Абдулин и Екатерина. И за первое место в этой группе награждается Гиндыш Марина. Первая победа! Первая победа! Ну и у нас сейчас последняя возрастная группа, самая, так сказать, активная. За третье место в этой возрастной группе награждается Ерулин и Лев. Это уже пошли профессионалы. Да, у девочки первый юношеский разряд уже. За второе место награждается Сорокина Валерия. Тоже первый юношеский разряд. Сред сборной команды города. И за первое место Филимонова Александра. Филимонова Александра абсолютно лучше. Выиграла не только у всех девочек, но и у всех мальчиков. Ну и от имени участников я хочу выразить огромную благодарность организаторам за то, что они второй год подряд проводят такое мероприятие. Вообще молодцы, что отстояли этот прекрасный бор сосновый. Иначе бы у нас не было соревнований. Молодцы, так держать. Спасибо всем. Я хочу от организаторов фестиваля поблагодарить Георгия Паунча. Подарить ему на удачу кольцо с веселой горки. У него пальчики тоненькие. Также косолапову Анну Юрьевну. Анна Юрьевна, вам на удачу. И шапочку в придачу. И Ольгу Михайловну Лаврионову. Ну, Лаврионову, да. Надо все, колечко есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы всех ждем. На будущий год. Ребята, взрослейте, маршрут будет сложнее, поняли, да? Кольца будут дороже. Но у вас оно волшебное, и вы потом поймете, что оно вам удачу будет приносить. Спасибо. Всем спасибо.